это программа игра в классики программа о людях которые играют в игре об играх в которые играют люди говорим об актуальном вспоминаем классику меня зовут платон беседен добрый вечер знаете о своем первом романе я ставил такой вопрос гипотетизировал что будет если дети вдруг откажутся слушаться взрослых вот полностью откажутся слушать взрослых а такое согласитесь вполне вероятно ведь если разобраться то на чем строится власть родителя над своим ребенком за счет чего он заставляет совершать свое чадо то или иное действие потому что он сильнее потому что он обеспечивает безопасность потому что он дает деньги что заставляет ребенка слушаться или это просто такая модель поведения паттерн стереотип привычка подчиняться привычка к такой иерархии пожалуй все вместе но последнее безусловно имеет важное значение но вот что делать если стереотип вдруг изменился или что точнее его изменили то есть общество отформатировали по новым образцам и дали новые модели поведения что мы в таком случае получим на выходе понимаешь о чем я говорю у меня плохое предчувствие бог тут полагаю меня сразу одернут поправят и скажет ну не надо драматизировать ведь еще на табличках древних шумер писали что там о недостойном поведении детей или не могут в качестве контраргумента привести фразу булгакова люди как люди только квартирный вопрос чуть испортил да все так безусловно и всегда плюс-минус были одни и те же беды все так да не так и вот у дэвида линча последнем сезоне твин пикса дана это очень явная мысль что черный вигвам в отличие от прошлых сезонов лет находится уже каждом доме вот этот выход в демонический мир достаточно просто зайти в интернет до виртуальная жизнь действительно заменила реальные миллионы людей сегодня поклонились айфону как верховному божеству я в мир социальных сетей по сути ведь это банальность потрещали поговорили много лет говорим ну а дальше то что ведь так то проще отдал ребенку гаджеты занимайся своими делами так собственно многие поступают вот только куда попадает этот ребенок куда заманивает его заводит этот виртуальный мир ведь согласитесь наивно и даже глупо верить будто интернет пространство она не управляем да нет очевидно что пользователя ведут по нему точно того щенка ведут зомбиру и подчиняя оттого к слову несмотря на навязчивое желание выделиться пользователи так похожи друг на друга по образу мысли по манере говорить по всем параметрам ведь рабы они не сильно отличаются друг от друга и не уверен что даже взрослые способны противостоять этому а вот ребенок изначально обречен на поражение в этой битве все поглощающей матрицы и вот тут возникает главный вопрос кто кто на самом деле воспитывает наших детей и можем ли мы хоть как-то влиять на них что они сами хотят донести друг друг я должен помнить что большинство не готова принять реальность а многие настолько отравлены и так безнадежно зависим от системы что будут драться за нее ну вот вам реальность реальный случай подмосковной химки девочка 11 лет ведет в лице и собирается берет кухонный ножик приходит на разборку с одноклассницей наносит ей 20 ран в лицо и 26 на теле сейчас думаетесь до 5 класс кухонный ножик 46 ударов ножом после чего эта девочка возвращается в класс и заявляет я убила сон и вот эту жуть можно было бы классифицировать как нечто вопиюще и экстраординарное но ужас то подлинный ужас в том что подобное происходит повсеместно и слишком часто а иногда и что похуже получается как родители отправляют детей в школу и хотят чтобы та то есть школа занималась их детьми ведь самые сами родители они либо заняты выживанием надо работать очень много работать либо им просто тупо банально лень и они зациклены на себе вот тут я позволю себе такую довольно неожиданную параллель вот помните как заканчивалась лолита набокова заканчивалась она тем что гумберт отправляется в тюрьму за убийство а сама лолита рожает мертвую девочку и умирает что это такое да конечно же это символ это символ современного общества где союз построены лишь на страсти и на пороке не способен дать ничего живого ведь отцу с матерью некогда заниматься детьми они зациклены на самих себе вот остается лишь школа но как заметил еще философ ильин образование бесполезно без воспитания а вот давайте вам еще один стандартный сюжет в красноярске шестиклассница там пятиклассница тут шестиклассница на уроке курила электронную сигарету учительница сделала замечание была послана этой ученицей завязалась драка можете себе такое представить еще лет 30 назад а виноват знаете кто оказался учитель получается что других вариантов вроде как и нет в учреждении предоставляющим услуги и вот тут мы друзья возвращаемся к тому о чем я сказал в начале к моделям поведения и к их намеренной модификации к их намеренному изменению знаете еще юлиус и волос заметил что человек не способен существовать без иерархии без авторитетов ни одно общество не может существовать даже это так как то в авторитете у современных школьников каковы их ценности у детей и подростков пожалуй важнейшая ценность это iphone последней модели это священная корова современной цивилизации за нее можно совершить любое непотребство любое собственно вот так детки к слову оценивают и педагогов я сам слышал а чё нет айфона чё нищеброд чего его слушать самое ужасное что родители потворствуют в этом это я подвожу к тому что причина многих бед в том что общество больно успехом и успешностью она зациклилась на ложном культе успеха и успешности с детства этим несчастным деткам вдалбливают добейся успеха любой ценой как там у ницше падающего толкни в современном мире толкни еще добей потому что человек это лишь ресурс потому что человек это лишь еда для тебя самого уникального и безгрешного как там той рекламе ты ведь этого достойно в общем получается что капитализм пожрал социализм а теперь доедает сам себя ну и нас вместе с ним и в такой матрице как бы нет человека есть только атрибуты его успеха и подростки дети чувствуют это острее других поэтому они так зациклены на айфонах поэтому не к примеру есть такое выражение как ответить за шмот когда ты еще должен доказать что имеешь право носить какое чудо брендовые вещи убийство голод преступность все это не волнует меня а волнует меня знаменитости и скандалы телевизор где 500 каналов чье имя на бирке моих трусов мы зададимся вопросом виноваты ли тут исключительно сами дети а я думаю что вряд ли ведь как можно объяснить школьнику что важно хорошо учиться когда в качестве ролевой модели этому же школьнику предложили дегенерата данью милохина которого таскают на секундочку по экономическим форумом как какого-то медведя что как объяснить новым поколением что важно хорошо учиться если перед и глазами современная блогерша совершеннолетняя который рассказывает что зарабатывает миллионы и при этом только что изучает учебник внимание за 6 класс понимаете мир какого лицемерия ведь образование обесценили не дети образование обесценили сами взрослые наверно потому что намеренно хотели выращивать дураков и рабов я давно это говорю мир захватили троечники есть такое хрестоматийный рассказ у стивена кинга дети кукурузы он о том как дети истреби взрослых захватили власть вот нечто похожее мы сегодня и наблюдаем и тут нет никакого вообще нет никакого художественного преувеличения это просто сугубо и отвратительная проза жизнь потому что пустота смыслов пустота без бога она неизбежно порождает чудовищ и у этих чудовищ нет ценности человеческой жизни поэтому они убивают так легко поэтому они приходят школы и просто расстреливают сверстников и учителей или устраивают разборки потому что все вся эта система построена на бесконечном унижении другого вы просто посмотрите на даже на все эти бесконечные шоу их основы и суть в том чтобы посмеяться над другим чтобы опустить его чтобы унизить чтобы так показать свою силу и получается что милосердие которому кто-то когда-то еще как-то пытался учил учить теперь не просто слабость а это позор современной матрицы ценность на выходе получается так что современные дети они состарились раньше чем успели начать взрослеть взрослеть в плане ответственности за свои поступки поэтому они кричат дайте мне психолога дайте мне адвоката где-то там что-то такое нас слушали ведь им только кажется что они повзрослели им подсунули этот термин видео литературу янка дал да то есть молодые взрослые типа ты поступаешь как взрослый но внутри то ты ребенок а в эти детские головы вложили совершенно страшные взрослые истины самые страшные относили до убийства и сказали можно вообще абсолютно все вообще все ведь ты ты любимая этого достойно отсюда и бед и все это совершенно на фоне чудовищной эстетизации зла потому что да конечно я сказал о том что все плюс-минус похоже но никогда еще зло не воспевали так не воспевали так на экранах гаджетов телевидении и так далее вот свое время михаэль ханеке блестяще показал природу насилия детей и подростков в двух своих лентах беннис видео и фанни геймс то есть видео бенни и странные игры почему вы нас просто не убьете потому что мы развлекаемся а я бы посоветовал посмотреть еще одну короткометражку задержание это лента основанная на реальных событиях она рассказывает о двух малолетних убийцах 9 и 10 лет похитивших издевавшихся и в итоге чудовищным образом убивших трехлетнего малыша почему они это сделали до развлечения ради просто так весь силами было интересно любопытно вот ключевое здесь просто так потому что когда жизнь бесцельно и бесславно тогда и смерть бесцельно и бесславно потому что главная болезнь современного общества это не рак не спит не к вид и там свинячий грипп а ненависть когда все делается ради хейта и ради еще хайпа и тогда бессмысленность жизни порождает ее беспощадность но это так о том кто виноват конечно наверное надо сказать что делать и в конце должен быть какой-то вывод какой-то рецепт но его не будет потому что спасение утопающих сегодня как никогда дело рук самих утопающих но для начала я думаю найдите время и просто поговорите со своими детьми искренне по душам если вы еще конечно не разучились это была программа игра в классике меня зовут платон беседен берегите себя своих близких и помните что жизнь подчас только подражает литературе удачи вам любви и терпения